бизонте c45 всегда приятно делать гайд после того как ты взял на танке три отметки на бизонте особенно приятно поскольку я больше не буду на нем играть всем здорова с вами варчик и в этом видео я вам расскажу что такое это итальянская барабанное чудовище из коробки бизонте c45 это просто рабочая лошадка которая хорошо выполняет свою работу но она неприятная в использовании вроде бы результат хороший но в самом процессе ты не испытываешь наслаждение ты не кайфуешь и не радуешься ты работаешь во время того как играешь на этом танке и танк принципе свою роль выполняет он работает результат показывает но кайфа от этого никакого нет когда у вас слабый экипаж и все только начинается на этом танке самая основная проблема это динамика маневренность и вы никуда не успеваете это самое основное почему вы вначале будете делать на нем плохой результат когда у вас прокачается экипаж а ему можно помочь всякими там брошюрками бумажульками если они у вас есть можно прокачать экипаж и станет легче поскольку в экипаже можно прокачать всякие там ремонты чтобы танчик чинился стабилизацию потому что она у танка ужасная лампочки виртуоз плюс проходимость грунтов и танк уже немного не такой уж и ужасный чуть-чуть подрастет стабилизация улучшится маневренность станет уже легче и на прокачанном экипаже уже можно бороться с основными минусами остальными а это отвратительная пушка она просто ужасно кривущая стабилизации нет вообще и там все равно остается такой ватный медлительный быстрым его не назвать а хотелось бы чтобы он был по маневренней поскольку броня тоже не идеальная да в ней практически во лбу нету и зимы зон но все-таки они на самом деле есть просто это нестандартные зимы зоны как у всех там лючок маска допустим дырява или еще что-то типа такого здесь уязвимые зоны прям нужно искать и они не тонкие это и фишка танка и надо его смерть в бою если у врага 230 пробития и выше старайтесь даже не танковать башни лучше не вылазьте на такого противника он может пробивать вас в лоб башни верхней части маски 212 брони выше экранов слева и справа по краям башни там в районе 220 230 брони что пробиваются если выбор захочет да и в целом вокруг пушки тоже можно пробить всякие птшки с пробитием 250 на восьмом левеле такие имеются более-менее даже могут стабильно пробивать вас в лоб башни на расстоянии конечно же вы будете танковать прям заметно часто но вблизи пробить не сложно также если у врагов калибр большой 120 и выше танк начинают пробиваться куда попало против врагов у которых большой калибр лучше вообще не встречаться и даже не пытайтесь их танковать вот эти огромные щеки на башне они снизу очень тонкие и вас будут пробивать под башню и вдоль корпуса вдоль всей крышки корпуса от vld до самой жопы поэтому враги с большим калибром это самые противные враги которых вы можете встретить также жопу не подставляйте там двигатель а двигателю любого танка рано или поздно загорается лучше всего играть от башни против танков с маленьким калибром и у кого пробитие меньше 220 в таком случае мы можем себя почувствовать тяжелым танком в остальных же моментах нам нужно просто играть как танк поддержки с барабаном и пытаться просто настреливать урон по тем кто подставляется внимательно смотреть на события в бою адекватно на них реагировать так чтобы не получать из-под тяжка накидывать урон но танк все время будет туговатый по маневренности и стабилизация будет ужасная но в целом планка на три отметки у этого танчика 3000 с хвостиком это немного ниже чем самые имбовые прям танки в игре это означает что этот танчик нифига не слабый по результатам он вполне себе хороший да он не имба но он выше среднего заметно этот танк вполне себе норм если он у вас есть вы можете на нем играть пока не сгорит жопа поскольку неприятно на нем играть но опять же на вкус и цвет все фломастеры разные если у вас этот танчик появился жалеть не стоит но чтобы его реализовать придется очень сильно постараться поработать и попотеть в этом случае даже вы будете работать больше чем сам танк нужно очень много знаний про игру чтобы реализовать это ведро по поводу орудия и барабана просто стреляете когда есть возможность и все вот это там доработанная дозарядка на там сама работает и пусть работает самое главное помните что когда барабан пипикает это не значит что нужно стрелять это значит что если вы сейчас стрельните вы получите максимальное ускорение зарядки следующего снаряда и все пробитие у танчика хорошие увн и хорошие урон наносить на нем принципе можно да конечно неприятно стрелять но танк в целом играбельный на этот новый год я очень много серебра на нем нафармил пока брал эти три отметки брал долго потому что там то одно событие в игре на который нужно отвлечься то другое а когда на танк немного забиваешь потом заново приходится привыкать к нему короче это все растягивается в целом я танком доволен на какой-то период времени он в картошке меня отвлек заинтересовал собой пришлось с ним попотеть чтобы раскрыть его и полностью пройти до конца по поводу оборудования то с которым я брал три отметки улучшенный прицел он лучше чем улучшенные механизмы поворота потому что дает улучшенную точность всегда и во время движения работает как стабилизация дополнительная и когда вы полностью сводитесь у вас финальная точность тоже становится лучше а улучшенные повороты они конечно прикольные они улучшают скорость поворота вашего танчика добавляют какую-то стабилизацию которая нивелируется тем что вы быстрее ворочаетесь поэтому лучшей стабилизации вы во время поворотов не увидите а вот во время того как вы едете прямо стабилизация будет чуть-чуть лучше а на этом танки точность и стабилизация хромает, поэтому улучшенный прицел мне понравился больше. Также фиолетовый стабилизатор и фиолетовая вентиляция. Конечно же допаек, куда без него. Допаек имба. С этим оборудованием я взял три отметки. Когда экипаж был плохой и я его не прокачал всякими там бумажульками, мне лучше всего помогло оборудование на скорость, потому что я никуда не успевал. Турбонагнетатель, стабилизатор и улучшенный механизм поворотов. Но это если вы не можете быстро прокачать экипаж. В начале вам будет катастрофически не хватать скорости и маневренности, но вы пожертвуете стабилизацией и точностью. Но зачем вам стабилизация и точность, если вы за бой не успеете никуда пострелять. С вами был Арчик, ради красиво, всем пока.